приветствую вас всех товарищи строителей советских республик да я решил завязывать уже с экспериментами я в завязке правильно с совхозами у меня будут соревнования между двух совхозов непосредственно совхоз с двумя комбайнами четырьмя тракторами и совхоз с тремя комбайнами и тремя тракторами я сделал количество полей 9 штук пригородил вот такие зернохранилища с двумя грузовыми станциями под мусор у меня есть вернее не под мусор а свалка от биологические органические удобрения у меня имеется и вот будет все это вывозиться на такие вот хранилища почему я сразу решил посмотреть как лучше всего поступать вывоз зерна надо зернохранилище лучше делать конечно же отдельной автобазой которая будет перевозить по своей собственной дороге дабы не мешать нашей техники передвигаться на полях не мешать нашим грузовикам которые будут вывозить вывозить зерно с полей вот два состава у меня грузятся должен заметить что составы большущему моему сожалению удобрениями грузятся но очень медленно настолько медленно идет погрузка что не знаю состав на 296 тонн они такое впечатление что загружают его лопатами в общем с погрузкой вот этого мусора да очень сильно как-то разработчик перегнул палку скоростью погрузки-разрузки мы сейчас у нас приступили к севу естественно понятно что тот совхоз у которого больше тракторов посевную закончить раньше и несколько раньше начнет вносить удобрения до химические удобрения у нас являются жидкостью и скорее всего он не знаю не вряд ли будут передал передаваться непосредственно заводскими соединениями очень я не думаю что так будет потому что у нас смотрите у нас начиная со среднего солхоза у нас появляется вот такая вот пипка куда надо будет заливать эти удобрения есть возможность подсоединить либо разрузочную станцию под для жидких грузов либо даже что лучше всего присоединить какой-либо емкость такую либо емкость ну вот у нас здесь есть синтетические удобрения резервуар малого солхоза такой беды конечно же нет такой беды у малого солхоза нет и в общем-то потому что потому что у меня песочница денег бесконечное количество давайте я построил вот это вот при новом и просто я хочу глянуть на погрузчики нет ну естественно что погрузчики у нас жидкие какие-то продукты ни у кого жидкие продукты алкоголь вот они возят понимаешь и к большому моему сожалению мусор мусор все связанные с мусором наши погрузчики не возят ни в каких случаях ни при каком виде и даже если это все приписать сделать грузовичок прописать его как погрузчик и собачить его непосредственно сюда с мусором работать все равно не будет он будет подъезжать к объекту скажем заводу по сортировке мусора он будет крутиться туда-сюда но загружать он все это не будет как-то его не прописывай то я еще когда-то поэкспериментирую возможно удастся добиться результата чтоб заводские соединения действительно заработали так как должны они работать с объектами мусора переработки и хотя по идее разработчика так не должно быть ну это это неправильная идея тут я вам могу вам сказать однозначно разработчик ошибся ну и что ну все я уже много позаписывал как наши тракторки там сеют как наши тракторки вносят удобрения понятно что сейчас полей на 2 больше чем я делал обычно вместо 7 и 9 полей понятно что они будут вносить удобрения и засевать достаточно поздно ну не знаю просто напросто весь процесс наблюдать не имеет большого смысла поэтому встретимся по факту когда ну вот этот совхоз естественно закончит посевную раньше мы просто посмотрим насколько совхоз у которого на один трактор меньше будет отставать ну что мы можем с вами пронаблюдать 6 апреля у нас практически закончили сил и уже освободившиеся от посевных тракторы трактора начали уносить удобрения сейчас они вносят химические удобрения и постепенно повышают плодородность да не все еще поля конечно они сделали окно по факту что у нас наблюдается тут 2 3 4 5 6 полей 1 2 3 поля еще нуждаются все и естественно у нас тут значительно позже начнут носить удобрения так первый железнодорожный состав с какахами у нас прибывает мы привезли и как у конский или коровий навоз да ну как я уже сказал крайне все это долго грузится разружается с мусором тут не очень не очень я доволен всем этим делом и когда играл с модами то для модовских вагончиков для модовской техники я все эти параметры погрузки разрузки скорости этого всего я по увеличивал чтобы это все работало побыстрее все таки потому что я такое впечатление что у нас просто мужики с лопатами все это выкидывают туда то есть автоматизации этот краном до одного места как-то все все это не так как надо но по внесению удобрений что я уже уяснил то что поначалу они удобрения вносят до степени когда уровень питательных веществ будет за 30 и хоть мне писали в комментариях то что с датами это никак не связано но в июне месяце у меня не вносили но сейчас посмотрим возможно поедут в июне еще вносить возможно этот параметр связан не с датами а с ходом роста урожая настолько я сильно не забирался да и понять мы не можем если у нас первое поле было засеяно то у нас естественно ход роста урожая будет привязан и к дате какой-то конкретной на скорость роста урожая уровень питательных веществ и плодородность поля ну абсолютно никак не влияют урожай у нас не растет но у нас получается как бы по факту больше больше зерна мы получаем с поля если она очень хорошо удобрена и я могу заметить еще одну такую штуку но все-таки больше немножко нравится система где у нас два трактора на один комбайн вот вот она мне чуть больше нравится я там по результатам но по моему все-таки поля где один к одному давала больше больше ну да там прошлом эксперименте кажись количество полей было разным ну посмотрим вот последний эксперимент его наверно придется растягивать либо на несколько серий либо же делать все это в одну серию надо прожить хотя бы 3 посевных сезона как минимум хотя бы чтобы посмотреть насколько эффективно будут работать удобрения на полях так и вот у нас все у нас 17 апреля в ночь 17 на 18 апреля наш трактор у этого совхоза где четыре трактора до до засеивал последнее поле здесь у нас ну в общем-то отстают на несколько дней они потому что осталось именно три поля они отстают по посевной и конкретно уже можно сказать они отстали по внесению удобрений и мы посмотрим кстати сравним с датой у нас апреля еще май у нас впереди будет чем будет впереди май у меня месяц выпал за головой а так вот сейчас сейчас у нас первый трактор у этого совхоза начнет носить химические удобрения синтетические так сюда у нас еще паровоз не приехал может жутко медленно жутко медленно грузятся нам железнодорожные составы с мусором не знаю на мой взгляд на самом деле разработчику надо эту тему пересмотреть это не нелогично и неестественно да а у нас за бортом мороз и дождь и свет блымает и мой эксперимент может просто пойти коту под хвост поэтому да сейчас уже ага у меня запись то все равно блин я поначалу эксперимента не засеялся так я наверное сейчас сохранюсь сохранюсь не остановлюсь запись чтобы по крайней мере вот этот кусочек у меня остался так и йо-йо-йо-йо пацаны я в общем албитбек на себя в игру и мы видим что у нас очень активно вносятся удобрения в эти поля где больше тракторов здесь только два трактора начали работу ну и сейчас сейчас еще два трактора я надеюсь к ней присоединяться там получилась досадная оплошность я оставил игру включенной пошел смотреть что творится на ютюбе вот оказалось я вот и вот этот совхоз электрикой не обеспечен и у меня тут просто все остановилось благо авто сейф был запустилась оттуда ну вот первый трактор второй третий пошли да где где четвертый у нас а у нас тут три трактора склеротик нас три трактора они вносят удобрения тут у нас постепенно накапливаются у этого совхоза накапливаются органические удобрения в общем так тут тут сделана система так чтобы был запас определенный у нас сюда паровоз еще не привез даже первого партия но у нас органические удобрения будут вноситься после сбора урожая если кто не в курсе если кто не в курсе и ну и сейчас видно у нас по цвету поля на которых идет рост урожая они уже немножко зажелтелись колосится так сказать их текстурированная рожь на жалко жалко нас нет эффекта пройтись по абрикосовой свернуть на винограду фигнатинистой улице поторчать в тени было бы приятно если бы разработчик добавил такой эффект тырцнулся на кнопку на карте там упс и с этого места нажал какую-то кнопочку пошел гулять на машинках можно поездить но вида из кабины у нас у вас нет по-моему можно поймать даже человечка и походить вместе с человечком кажись такое тоже было возможно такс да надо же выпасть на умняк надо же выпасть на умняк где этот вот это вот раньше никогда не применял вот эту бату но теперь нас успехом пользуюсь к сожалению на если я закрою конечно на статистика уйдет нам номином на на так а ну-ка и вместе с интерфейсом и всем для фотоснимка конечно это вот у нас убирается ну так мало мало неудобно к сожалению от не 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 заезжают эти эти окошки у нас она вылезла дам заехала есть навелся опять она вылезла я выбрал то что мне надо я курсорчик отсюда убрал и она залезла и у меня чистенький экранчик со всеми вот данными мы можем посмотреть 111 119 120 119 113 63 75 сюда еще не вносили 99 106 и тут у нас в общем-то одно поле еле-еле за 100 перевалило раз два три четыре пять раз два три четыре пять шесть полей куда не вносили удобрения да этот совхоз отстает если этот совхоз успеет до снегопадов собрать весь урожай со всех полей это конечно будет чудо он даст больший больший результат большую отдачу у нас и я в предыдущей серии их которые выложил и выложил не помню я говорил о том что на самом деле как был как вариант использовать не 7 полей ну вот если тут у нас все-таки на одно поле один комбайн будет простаивать можно использовать 8 полей без 9 а тут у нас у меня получалось при семипольной системе последнее поле убирал комбайн и как бы еще два поле можно было засеять ну вот 7 плюс 2 как раз 9 у меня и вышло но в случае чего можно в принципе делать шесть полей и как-то там сырбор весь этот разбавлять средними средними может малыми полями ну в принципе да я вот либо последнюю серию вообще по этой теме делаю либо последнюю серию серий потому что как я уже сказал хотя бы минимум за три года надо последить за этими полями совкозами потому что у нас постепенно будет нарастать количество удобрений внесенных на поля у нас будет плодородность текущий уровень питательных веществ у нас будет постепенно расти естественно в последующем сезоне у нас урожая будет выше и как бы есть вариант возможность того что и на этих полях постепенно они к третьему возможно пятому шестому сезону они дотянут уровень плодородности до 200 процентов на сезон ну чё в общем мелкочок мелкочок что-то там через плечо так у нас трактора работают я просто хочу глянуть уровень питательных веществ подождите через эту укладку мы можем посмотреть только плодородность отходы можем глянуть уровень продуктивность продуктивность у нас тут не видно скажем так только у наших ветряков свободная картина строительство да только плодородность по питательным веществам к сожалению мы никак заценить не можем через эту укладочку просто я повторю еще раз на всякий случай если кто-то не смотрел либо смотрел на подзабыл у нас они вносят до 30 ну получается больше до 30 процентов потом едут повторно уносить если упали ниже 25 по моему процентов уровень питательных веществ а конечно дальше не наращивают эти темпы и когда будут уносить органические удобрения у нас это поползет и у меня доходило там почти до 90 с лишним почти до 100 на некоторых полях вот за этим как раз интересно понаблюдать вот тогда не как носят эти удобрения значит смотрите они вносят синтетические удобрения до 200 процентов плодородности органические удобрения не вносят до 150 процентов плодородности ну и что что на самом деле ну на самом деле да следить за всем процессом наверное не стоит не записывать весь процесс просто я понаблюдаю мы когда начнется тот момент когда например они перестанут носить удобрения тогда я опять начну запись и попытаюсь разобраться почему перестали ну и тут у нас тут у нас подняли до 110 108 104 уровень плодородности конечно же не дотягивает и они поехали уносить другие поля где все это было меньше ну и на мой взгляд они поехали вносить либо в те поля которые я назначал им возделывать либо возможно они поехали вносить поля у которых был минимальный показатель плодородности или же минимальный показатель уровня текущих веществ сложно это надо очень сильно подробно следить за всем процессом я таких целей перед собой не ставлю я просто пытаюсь разобраться соотношение тракторовый комбайновый количество полей на все эти единицы техники какое будет самое оптимальное вот эту цель себе поставил вот я хочу именно ее проверить ну кстати возможно возможно было правильно написано в комментарии не привязано к дате мы видим у меня уже 2 июня а у меня трактора с успехом вносят удобрения ну не все дело в том что они только 2 июня они начали свою работу до и они как бы будут вносить удобрения не знаю до какого то возможно определенного уровня потому что сейчас работают три из четырех тракторов а вот четвертый трактор хотя в принципе у нас есть куда вносить удобрения синтетические у нас как видите уровень питательных веществ практически нигде не поднялся до 30 но тем не менее четвертый трактор у нас поехал отдыхать так что скорее всего действительно до начала июня они все это делают и здесь у нас опять же воспользуемся вот этой вкладочкой закроем вот это окошко и посмотрим сто четыре сто 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 десять ну как то как то они куда то по успевали повносить я даже циферки тут считать не буду просто наглядно видно что у нас здесь вот непосредственно они значительно больше удобрений успели внести вот тут все три трактора работают здесь у нас работают тоже всего три трактора уже по моему два двадцать три процента уровень питательных веществ сто двадцать шесть плодородность и да все таки с началом июня они заканчивают работу на тех полях на которых начали и потом уезжают на капремонт вернее на текущее обслуживание потому как топливо у нас есть электричество у нас есть хотя что мы наблюдаем восемьдесят четыре семьдесят семь такое впечатление что какой то трактор заправлялся такое впечатление создалось что какой то трактор заправлялся сейчас едет еще один трактор давайте посмотрим нет только топливо он заправил синтетические удобрения стали на место все на по нет 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 смотрите трактор куда то поехал значит нет значит все таки дата не имеет значения непонятно почему один трактор у нас стоял отдыхал ну вот мы видим он повез повез носить удобрения хотя и месяц значит все таки комментарий был правильным и я ошибся по дате это не зависит но тоже ну непонятно вот с наступлением именно июня они начинают вести себя как то странно здесь вот ниже двадцати уровень питательных веществ у нас тоже значительно ниже двадцати но у нас именно только один трактор почему то поехал ну вот совершенно мне это не понятно как ветер с моря дул ветер с моря дул мы видим у нас заправляется еще трактор заправляется еще трактор в комментариях этот зритель он в общем то говорил что синтетические химические удобрения работают вообще как то совершенно по своему но не раскрыл тайные секреты возможно готовится сам сделать серию роликов я не буду надеяться я кстати на канале на его канале ох вылетел из головы но я дальше упомяну конечно по моему модель юсса канал называется ну извините за мысль я там кстати посмотрел как строить широкополосные дороги какой-то из трактора у нас заправился это явно еще непонятно то но упадает падает возрастает падает возрастает трактора заправляются насколько я понимаю трактора сейчас заправляются синтетическими удобрениями возможно тоже ну как я говорил уже с мусором который грузится выгружается очень долго почему-то уже так как будто руками все это делают или лопатами по крайней мере возможно так же точно так же и погрузка синтетических удобрений происходит я честно сейчас не помню как их изготавливают какой рецепт у нас мясной совхоз баскота мясокомбинатор фрежератор пища алкоголь завод химудобрений это делается из опасных нет он производит опасные отходы делаются они по ходу из химикатов туда подключается еще вода выходит грязная вода делаются из химикатов они у нас но они появились у нас когда появился мусор а с мусором все в движке немножко так вот не совсем так стало работать как хотелось бы как мы видим загружаются загружаются трактора у нас в параметрах этого несчастного трактора ну нет никаких нет никаких данных вот трактор все дорожный вес 3 тонны скорость предельная мощность длина особенности заменяет 26 работников все никаких данных по прицепному оборудованию у нас вовсе нету как собственно говоря у нас нет и прицепного оборудования было бы конечно веселей как в этих в играх господи я не помню про фермы мне когда то тоже нравилось там прицепное оборудование трактора покупаешь купишь деньги чтоб новое прицепное оборудование купить там вот все данные по прицепному оборудованию были поэтому было бы классно если б тут тоже я мог покупать и прицепное оборудование и от него зависело все это дело так что да прав был зритель который написал в своем комментарии что по дате это не завязано но все равно это работает крайне странно крайне предельно странно потому что вот сейчас не загружаются трактора они загружали по крайней мере только хотя бы один загружал вот эти синтетические удобрения мы видим он поехал вот на это поле достаточно избирательно вносить удобрения хотя вот есть поля на которые можно можно еще продолжать вносить с чем вот смотрите плодородность 111 уровень питательных веществ 7 это поле крайне нуждается в удобрениях и трактора загрузились но они не едут июнь месяц они не едут а что с этим со вхозом ну цифра не меняется значит никто не загружается хотя опять же есть поля которые нуждаются в удобрениях абсолютно непонятно все это дело какие мысли были в голову и у разработчика Петенька говорят его зовут Петенька Петя Петя Ребешок ну у нас идет ход роста урожая мы к сожалению тоже вот в этой вкладке не сможем посмотреть этот параметр как у нас растет урожай хочу с вопросом внесения непосредственно органических удобрений для меня важнее результат ну вопрос какой для меня важнее успеют ли поубирать все поля один и второй совхоз и какой дадут они в урожай так что да встретимся когда уже первый снежок выпадет так первый совхоз у которого 4 трактора конец июля 99% созревания одно из полей да мы можем наблюдать по более яркому желтому цвету здесь пока только два поля более-менее догоняют здесь у нас уже скоро начнется уборка но насколько я знаю после того как поле созреет пройдет еще дня три как отдупляться наши комбайны и поедут поэтому вот все поехал даже все-таки чуть раньше чем дня три но не сразу не выезжают он поехал на самом деле интересный вопрос я уже в каком-то видео говорил было бы интересно если бы отредактировать эти поля и добавить им еще стояночные места для техники будет ли у нас такая штука как например поедет два комбайна убирать зерно или же параллельно комбайн будет убирать зерно а в это место трактор начнет носить удобрения надо будет как-то поэкспериментировать когда перейду опять к игре с модами я это обязательно проверну так вот сто процентов и тут у нас два комбайна сразу поехали и здесь у нас второй подтянулся первые грузовички выезжают за урожаем то есть у нас началась уборка урожая тут конечно третий комбайн не поедет потому как его нет здесь у нас так я же видел я же видел еще один комбайн или мне глюканулось сто да вот вот комбайн у нас подъехал на дальнее поле скоро 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 или не скоро нет довольно да вот и третий комбайн должен будет сейчас подтянуться да поехал поехал комбайн комбайнер как пелась колыбельные в моем детстве хлеба руба на ланах ну была такая передача на доброне скиты а пауты один так уехали ну да тут что смотреть у нас поля будут созревать но урожай собираться не будет потому как всего-то 2 у нас комбайна главная задача чтоб эти комбайны успели собрать ну я надеюсь они успеют собрать 8 полей полностью да для того как наступят морозы а вот на 9 поле скорее всего часть урожая мы все-таки потеряем а здесь у меня есть надежда что успеют собрать все 9 полей ну как я уже говорил намного хуже дела у нас обстоит тут с внесением удобрений питательных веществ видите ну так в среднем сто процентов здесь значительно выше не настолько сильно тем не менее есть поля где 143 135 процентов плодородности ну посему опять я свой репортаж прерываю и уже до снега ну смотрите на что хотел бы обратить ваше внимание удобрения у нас здесь процесс уборки как-то быстрее идет и в общем то на это поле очень скоро начнут вносить удобрения но здесь где у нас три комбайна три трактора трактора начнут работать немножко эффективней вначале потому что они будут вносить все три трактора в три поля с которых берут урожай а в этом месте у нас начнут уносить всего два трактора а два трактора будут находиться в простое и интересно будет посмотреть когда два трактора обработают эти поля следующие два выйдут когда те начнут уезжать с них или же нет да и хочется понаблюдать за вот этой свалкой где у нас хранятся где у нас хранятся органические удобрения я не глянул загрузили ли трактора их в себя и вообще на саму вот первый трактор у нас уже пошел походу уже у трактора были они загружены эти самые органические удобрения а тут тоже интересный такой вопрос как вообще работает вот эта вот оснастка которая вешается на трактор ведь они у нас до этого загружали синтетические удобрения и у нас кстати по моему довольно разные вот это вот навеска у тракторов когда они вносят органику или же когда они вносят синтетику ну как видим у меня сейчас вот падает количество органических удобрений на этом складе значит трактора пошли все-таки загружаться так а что у нас здесь а у нас здесь этот совхоз подзапаздывает подзапаздывает если тут первое поле уже убрали даже не знаю повлиял ли уровень плодородности да нет если здесь у нас совсем так мало осталось двадцать восемь процентов даже не знаю на ход роста ну по-моему все-таки на ход роста урожая не влияет количество питательных веществ если влияет то ну крайне незначительно крайне незначительно так тут у нас естественно все поля уже поспели собственно говоря по моему и здесь и понятно что вот это этот совхоз совхоз слава октябрю он собрал больше урожая потому что три комбайна это делают значительно больше урожая но далеко как не все поля еще убраны эх я не засек как у нас поехал тот же трактор блин хотел же засечь но не засек только ай-яй-яй ладно не настолько сильно это важно ну мы можем это посмотреть сейчас когда у нас доделают вот здесь вот все дело и как я уже ранее говорил органическими удобрениями они повышают плодородность до состояния сто пятидесяти процентов и все после этого они перестают органические удобрения вносить все все из лунного серебра песня слышится да у нас ни одно поле еще не успеют убирать до того как здесь несутся удобрения но я боюсь в это поле он несет удобрения как раз сто пятьдесят процентов и уже никакой другой трактор туда выше уносить не поедет вот вопрос будет состоять вот в этом поле потому что естественно один трактор до сто пятидесяти плодородность не повысит возможно мы увидим как едет еще один как только этот уедет с поля ты милая смотришь и сказав низко голову наклоня трудно ну смотрите здесь сто пятьдесят и остановилась хотя трактор продолжает вот на этом поле сто пятьдесят процентов плодородности трактор продолжает еще кататься по нему и ну да уровень питательных веществ он повышает плодородность больше не повышается хотя трактор продолжает носить удобрения повышается сейчас именно уровень питательных веществ бог я специально за этим не следил но у меня создалось такое впечатление что именно органические удобрения значительно живее и быстрее повышает этот уровень питательных веществ но опять же специально за этим не следил, что тут я могу немножко ошибиться. Максимальный уровень плодородности возможный на наших полях, то есть не 150, а 200 процентов. Выше уже не поднимается, но он достигается внесением как раз синтетических удобрений в период после сева. Да, и органику они вносить сюда по-моему не будут. Ладно, но не повышается плодородность при внесении органических удобрений, но он не поедет по-моему уже больше на это поле, повышать уровень питательных веществ. Вот он набьет, так чтобы было 150 процентов. А на следующий сезон надо будет смотреть, как они будут работать. Но опять же, органику уносят после уборки урожая, а после уборки урожая от 200 процентов на 100-120 процентов уровень плодородности падает. Возможно, остаточный уровень плодородности после уборки урожая будет зависеть от текущего уровня питательных веществ, но они тоже истощаются по ходу роста. О, да, еще один аспект, на который нужно обращать внимание. Мама родная, не-не-не, я от тоски помру. Так, ну здесь вот тоже 150 процентов и на то и на то поле внесли, естественно, больше никакой трактор не поедет. Давайте уже досмотрим, когда эти тракторки все-таки выйдут с полей с этих. И в данный момент мы можем понять, что нам, в общем-то, наверное, больше двух тракторов вот сейчас, вот в этот период времени, больше двух тракторов на два комбайна не нужно. Поэтому, возможно, именно один комбайн, один трактор, более все-таки эффективная система, хоть чуть позже они поля и засеют, и хоть чуточку меньше удобрений внесут. Ну давайте посмотрим. Здесь сейчас, я надеюсь, они в конце уборочного сезона подогоняют уровень удобрений до 150 на всех полях, хотя и меньше комбайна в этих тракторов. Едьте, едьте трактора, смотрите, тут освободилось место, уже можно начинать вносить удобрения. Вы не помешаете ни грузовичку, ни комбайну этим заниматься. Едьте, дорогие мои. Едьте, дорогие мои. О, Россия, моя хромаш-герой. Зову тебя Россию, единственный зову. Спроси, переспроси меня, мне ли нет земли. Меня здесь русским именем когда-то нарекли. Ну, боюсь, на это поле точно уже ни один трактор не поедет, потому как, по-моему, будет 100% уровня питательных веществ. На этом конкретном поле, да, 100% уровень питательных веществ. Трактор продал, все, трактор уехал. Трактор уехал. Ну, сейчас у меня получается аж три трактора будут находиться в простое. Что, скорее всего, не нужно делать схему два на четыре. Два комбайна и четыре трактора. Наверное, все-таки оптимальная будет схема три трактора, три комбайна, один к одному. Поначалу, спасибо, вам было веселее, с внесением синтетических удобрений было веселее. Но дальше, да, этот тоже внесет 100% уровня питательных веществ. То есть, при этой системе два трактора в этот период будут простаивать. Здесь же у нас 150% плодородность и тоже будет, наверное, 100% питательных веществ. Здесь тоже и здесь тоже. Ну, в общем, в этот период три трактора на три комбайна начинают все это дело немножко наверстывать. Так что, по идее, вот этот совхоз оттянут, хотя октябрь месяц... Так, 1344 и здесь 1116. Ну, тут какое-то количество может быть. Да, трактор уехал, 100%. Не, не поедут, не поедут трактора больше никуда. И сейчас только два поля у нас освободится, только два трактора поедет. Поэтому один к одному нужно делать. Сейчас это становится уже понятно. Несколько у нас плодородность полей выше при четырех тракторах, двух комбайнах. Но вот в период уборки урожая у нас совхозы, где один к одному, он этот вопрос решает и наверстывает вполне себе успешно. Да, здесь тоже, наверное, будет у нас 100% питательных веществ. Ну и, скорее всего, это действительно будет последней серии, потому что, ну, даже, наверное, растягивать все это на три изучения работы. На трех сезонах, потому что сейчас уже очевидно, один к одному комбайны и трактора, они работают вполне себе эффективно. Потому что, ну, более-менее равномерно распределяется по периодам внесения удобрений, пашки там и прочего-прочего. И того, что мы имеем, у нас уже дособирались раз, два, три, четыре, пять, шесть полей. Давайте опять же откроем любимую вкладочку новую. У нас тут вообще уровень плодородности упал очень сильно, до 10%. Но в три поля унесли удобрения 150%, 100% плодородности. И, я думаю, они до конца сезона подвинут все девять полей. И, в общем-то, все девять полей будут убраны. Еще до наступления холодов и января месяца. Хотя 23 октября, конец октября. Но, я думаю, успеют они собрать вот эти три поля. А с этим солхозом дело обстоит намного хуже. У нас все-таки два трактора так и остаются в простое. Работают только два трактора. И у нас еще нужно собирать два поля. Практически только-только начали. И три поля у нас еще останутся. Уже понятно, что точно они не успеют, наверное, собрать, по крайней мере, одно вот это поле полностью. Да. Вот эта система, один комбайн, два трактора. Не, не жизнеспособна. Не жизнеспособна. То, скажем так, разнобой, то, что три трактора отставали по внесению удобрений. Это все вот в период уборки урожая. Это все в достаточной мере компенсируется. Хотя вот в эти три поля, они могут не успеть внести органические удобрения. Та, загадка загадок. А тут просто поля не успеют убрать. Естественно, тоже удобрения вносить не будут. Так что, ну, все понятно. Просто на самом деле, возможно, вот эти три последних поля надо делать не большими, а средними. Ну, может, я снова начинаю забегать немножко вперед. Тут чуть раньше включаться. Но скоро вот здесь у нас закончится внесение удобрений, а поля у нас еще не убраны. То есть трактора пойдут, но они, конечно, им надо время для того, чтобы заправиться, для того, чтобы забиться, так сказать, удобрениями. Но можно понять, что если даже эти поля и успеют убрать к концу сезона, когда уже выпадет снег, то внести удобрения точно они не успеют. Потому что, ну, в декабре, по-моему, они этого делать не будут по морозам, когда будет гололед и снегопад. А вот если бы вместо этих трех больших полей у нас стояли средние, то уже, по-моему, бы они были собраны. Либо средние, либо даже малые. И эта система сработала эффективнее. То есть уже понятно, что на один комбайн два трактора это невыгодно. Уже это понятно. Мне, по крайней мере. И понятно то, что при соотношении один трактор-один комбайн делать три больших поля тоже невыгодно. Нужно делать по два больших поля на каждую пару техники и по одному среднему полю. Либо даже малому, для того, чтобы успели внести удобрения до конца сезона. Трактора приехали. Первый снегопад 23 ноября. Трактора приехали. И они уже не загружаются, судя по всему. У нас первый снег. Слава Октябрю у нас собрал 2 464. И 8 марта 1997. Уже понятно, что три поля будут не собраны. То есть на вот этой схеме мы ставим крест. Да, 6 ли мы оставим полей, 7 ли мы оставим полей, у нас просто трактора не будут работать. Два трактора будут находиться в простое, ну, потому что не успевая два комбайна убрать все. И мы видим здесь всего-то 4 поля у нас хорошо удобрили. При том, что здесь здесь у нас удобрили все убранные поля. Хотя всего лишь три трактора. На один трактор меньше. И уже сейчас становится явно и очевидно что вот эти три больших поля они являются абсолютно лишними. Но 6 полей это маловато. Все-таки за сезон и наши комбайны и наши трактора успели бы сделать работы больше, если бы я поставил средние или малые поля вместо вот этих трех. Вот тогда бы и комбайны успели собрать весь урожай до первого мороза. и наверное даже успели бы трактора внести органические удобрения. Так что в общем-то на этом эксперимент можно считать завершенным. По крайней мере для себя я понял какая конфигурация малого совхоза должна быть. Один трактор, один комбайн. На каждую пару два больших поля. И одно среднее или даже малое. Ну, скорее всего, среднее выгоднее всего будет ставить. Скорее всего, на среднее внесут и удобрения и соберут урожай. Вот. И подвинут уровень питательных веществ и плодородность до максимума. Так что в общем-то даже даже не хочу я уже досматривать все это дело до конца. Ну, почему? Ну, уже все очевидно. Ладно, уже потерплю. Потому что у нас что? У нас комбайн поехал убирать на одно поле и на второе поле поехал убирать. Ладно, уже давайте дотерпим. Первое декабря и сейчас у нас все-таки часть урожая мы потеряем. Тут точно мы часть урожая и очень большую потеряем. А здесь тоже можем на двух полях немножечко урожая потерять. Да, плодородность упала в минимум. Уровень питательных веществ упал в минимум. Ну, скажем, да, у нас у совхоза есть такой параметр как работать с полем при минимальной плодородности 50, но при минимальной плодородности 50 трактора все равно будут успешно вносить туда. Они не будут сеять, скорее всего не будут сеять. Они будут вносить туда питательные вещества. Все, у нас все закончилось. Тут строго определенно одно поле вообще полностью пропало. То есть все, все, тут крест. Тут даже не смотрим. Проверим, сколько будет урожая в конце. Подмывает, конечно, такая идея, типа оставить все-таки 9 полей. Возможно, в межсезонье у нас трактора повносят скидывать сюда удобрения. Но не стоит хвататься за эту мысль по одной простой причине. Эти поля, если они их не возделают, то ущерб вот этим полям, они поедут скидывать сюда удобрения. Я уже видел такую картину, когда трактора наплевал на засеянные поля, ехали уносить удобрения в 4 незасеянных поля. Так что да. Вот теперь схема понятна целиком и полностью. На один комбайн, один трактор, на одну такую пару два больших поля и одно среднее, либо даже малое. Так что я, наверное, эксперимент полностью уже завершаю. Отсюда у нас вывезли все. По концу сезона у нас совхоз один к одному собрал 2587 тонн урожая. Это довольно неплохой результат. И в следующем сезоне он будет расти, если бы я сделал правильную систему. Можно вообще наплевать оставить всего по два больших поля, но по-моему все-таки чуть эффективнее будет по два больших и одному среднему полю. И здесь у нас тоже грузовики уже ничего никуда не возят. И у нас две восемьдесят четыре тысяч тонн. И здесь у нас на пятьсот три тонны собрали больше. То есть для тех, кто особо сильно не хочет углубляться в эту всю тему для тех, кто скажет да знаете, но это уже не игра, это уже какой-то блин, это уже диссертацию пишу, изучать и удобрения, и все это остальное, и как грузится, и как техника работает. не каждый игрок хочет этим заниматься, поверьте мне, не каждый. Поэтому вот вам моя схема, один к одному комбайн трактор, на каждую пару два больших, одно среднее поле, и все. И на этом данное исследование я для себя уже все понял, я для себя это исследование завершаю. Ну извините, если кого-то разочаровал, но поставленные перед собой цели я достиг. И если кому-то это видео будет интересным или полезным, весь этот цикл роликов про совхозы, то я очень сильно рад. Если есть у вас свои мысли, тем более которые вы проверили, если вы не готовите свои ролики просто, то пишите свои комментарии, свои советы, если вы готовите свои ролики, то пожалуйста в комментариях к моим видео, киньте ссылку на свои ролики. Это незапланированное получилось продолжение последней финальной серии, я в общем-то уже там попрощался в том материале, который ждет своего монтажа и редактирования, да, ну, получилось так, что я не удержался, решил проверить ту схему, которая на мой взгляд самая идеальная, и давайте, давайте, я по-моему как раз в этом ролике вот, ругался на то, что вот это вот не заплывает сюда за край, ну, вот это окошко, но можно нажать сюда отображать оверлей и, собственно говоря, закрыть его. Это у меня закончился первый годовой цикл и схема такова. Три комбайна, три трактора. Трудовая пара у нас состоит, грубо говоря, из одного комбайна, одного трактора, то есть взаимоотношения один к одному. Как-то по-другому делать абсолютно не стоит. По какой причине, ну, если будет больше тракторов, то я уже проверял, часть из них будет простаивать. Если будет больше комбайнов, не успеют трактора внести удобрения и нормально все обработать. И я, в общем-то, был прав, то, что на каждую такую пару должно приходиться два больших поля и по одному среднему. Урожай у меня убран. значит, смотрите, на малый совхоз, в котором три комбайна, три трактора, у меня получилось собрать за первый сезон 2464, ну, с копеечками, тонны, и да, у нас уже ноябрь, у нас ноябрь по какой-то причине со всех полей собрали, кроме вот этих трех полностью весь урожай их почему-то не вывезли, поставалось по 200, 170 и тоже там где-то порядка 150 килограмм зерна, ну, не знаю, почему, возможно, потому, как машинки просто решили с такой малой загрузкой, мы забирать не будем, хотя, как бы, у меня стоит заполнение склада ноль, ну, в общем, непонятно, почему-то оставили, я, в общем, когда там читал всякие обсуждения этой темы, то говорили, что да, действительно, на некоторых полях оставляют, и как бы это такая задумка автора, ну, я это утверждать не буду, и нужно подвести итог всем моим трудам, я себе ставил единственную цель разобраться именно, ну, как я говорю, конфигурации вот этого совхоза, взаимоотношения, не взаимоотношения, как это правильнее сказать, в общем, взаимосвязи и баланси по количеству комбайнов, тракторов и количеству оптимальному полей, которые будут работать очень-очень хорошо, у меня, в принципе, после уборки, и внесения удобрений осталось какое-то время, хотя практически уже по морозам они закончили все это делать, чуть-чуть там буквально осталось, но вот такая схема чем хороша, как видите, органические удобрения внесли во все поля, что делают органические удобрения, они поднимают плодородность до 150%, но не более того, не выше, но зато они очень хорошо вносят питательные вещества, они значительно эффективнее вносятся вот эти органические удобрения, значительно эффективнее повышают уровень питательных веществ, нежели синтетические удобрения, но в свою очередь синтетические удобрения позволяют нам поднять плодородность до 200%, то есть необходимо именно комбинированно уносить какой-то один вид удобрения, это будет достаточно однобоко и будет получаться некоторый перекос. Ну и что, что сказать, урожай собран, результат вполне приличный и все поля, у всех полей, поверьте мне, на слава, да я потыкаю, уровень питательных веществ 100%, и плодородность 150%, ну запускать дальше игру, смотреть как пройдет сезон, как внесут удобрения после вспашки и засева полей, они начнут уносить удобрения синтетические, повысят плодородность, у нас они значительно повысят плодородность до 200%, но не более того, и вот эта схема как раз позволяет, имея небольшой запас свободного времени, вот такую конфигурацию полей, по два больших поля, по одному среднему, на один трактор и один комбайн, они позволяют все это успевать делать вовремя, ну как видите, практически первому снегопаду, первым серьезным заморозком, впритык практически наши трактора внесли удобрения, вот, и вот это именно эта схема позволит поддерживать в каждом сезоне поля в наилучшем состоянии, ну поверьте мне на слово, вы видели, если смотрели мои предыдущие серии, вы видели, как вносятся эти самые удобрения, я не задавался целью даже изучить сельскохозяйственную технику, в зависимости от количества заменяемых человек и скорости работы, и да, говорят, что на самом деле интересная тема, как именно работает механика внесения вот этих синтетических удобрений, какая скорость у этих тракторов, ну во-первых, понять это все достаточно сложновато, потому как взаимосвязи какой-то логичной, того, на какое именно поле поедут трактора вносить удобрения, вот эти вот синтетические, я не понял, то есть на одном поле уже высокий уровень плодородности и питательных веществ, но они продолжают ехать именно туда вносить, забывают о поле, у которого все эти уровни ниже, стоило бы предположить, что они будут как бы равномерно подтягивать все эти поля, в общем, абсолютно непонятно, и я решил, что в июне месяца прекращается внесение синтетических удобрений, хотя в комментариях мне написали, что с датой это не связано, ну единственное, с чем я могу предположить, это связано с уровнем роста урожая, когда он достигает там отметки где-то так на 50%, просто уже туда перестают вносить поля, ну вот, то есть эти удобрения, поэтому у меня вывод, два только вывода, по степени созревания уровня роста урожая и по началу июня месяца, ну опять же я не ставил себе цели изучать все механики вот как как именно вносятся эти удобрения, я целом вот этим всем результатом доволен, я то что хотел сделать, то я сделал, я выяснил конфигурацию совхоза, соотношение техники и полей, и в общем-то все это очень хорошо переносится и на средний совхоз, и на большой совхоз, ну с единственной только разницей у среднего и большого совхоза расстояние до дальних полей будет больше, техника будет тратить какое-то время для того, чтобы туда доехать, и в этом отношении, ну я делаю ставку на малые совхозы, хотя у малых совхозов нет подсоединения резервуара с удобрениями синтетическими, поэтому либо малые совхозы, средние совхозы, вот, а большой ну как-то как-то не знаю, как-то не лежит у меня к нему сердце, ну и все, я уже на этом окончательно прощаюсь с вами и в этой серии, где буду вырезать свое предыдущее прощание при монтаже, ну и желаю вам всего самого лучшего, до следующих встреч, встреч, Субтитры добавил DimaTorzok